Здравствуйте! С вами программа День города, ведущая Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Парада в Рязани не будет. О безопасности и торжествах, приуроченных 9 мая, говорили на заседании Комитета Победы. По правилам, росгвардейцы проверяют охотников. Во благо планеты. Зачем нужно разделять мусор, рассказывают иконы. В этом году отмечаем 79-ю годовщину Победы. Следующий год юбилейный идет серьезная подготовка. По празднованию в этом году не будет массовых масштабных шествий. Решение принято, исходя из соображений безопасности. Но все же День Победы – героическая история нашей страны. С таких слов Павел Малков начал заседание Комитета Победы. О том, какие торжества будут, расскажем далее. Выставка техники, концерты, спортивные состязания. Всего в Рязани и области на 9 мая запланировано по меньшей мере 70 мероприятий. Поэтому мы должны в любом случае 9 мая сделать ярким, праздничным, душевным днем и подчеркнуть объединяющую роль этого праздника. Поэтому будет много интересных мероприятий для взрослых и для детей. Вот, например, планируется выставка техники в Рязанском Кремле. Также обязательно встретим наших десантников после Парада Победы. Отдельно поздравим наших ветеранов. В онлайн-формате поучаствуем в акции «Бессмертный пол». Павел Малков добавил, что продолжится работа и в муниципалитетах. Так в селе Троица вовсю идет реконструкция монумента, связанного с блокадным Ленинградом. Сюда, в Рязанскую область, привозили эвакуированных. Им оказывали необходимую помощь. Еще одна важная задача – увековечивание памяти погибших. Речь идет о продолжении выпуска томов книги «Солдаты Победы». Уже готовится издание, посвященное рязанцам, освобождавшим Крым в 1944 году. Тема важнейшая, конечно же, ее обязательно надо довести до конца. И все же главный в этот день ветераны Великой Отечественной. В регионе их осталось 63 человека. Павел Малков подчеркнул, что очень важно работать адресно. Возраст у ветеранов весьма почтенный, потому и нужно самое пристальное и аккуратное внимание к ветеранам. Условия получения земельных участков для бойцов СВО, денежная компенсация для многодетных семей и льготы для рязанцев с инвалидностью. Об этом и многом другом в прямом эфире рассказывал министр имущественных и земельных отношений региона Михаил Майоров. Тема номер один прямой линии – бесплатный земельный участок для участников специальной военной операции. Об условиях для получения земли рассказал министр имущественных и земельных отношений региона Михаил Майоров. Так, для подачи заявления нужно иметь звание Героя России или быть награжденным Орденом Российской Федерации, иметь статус ветерана боевых действий, а также быть зарегистрированным на территории региона. Претендовать на землю могут и члены семей погибших бойцов. Такие изменения внесли в закон еще в марте по поручению губернатора. Семьям погибших участников СВО нужно зарегистрироваться на территории региона и подать заявление. Тема номер два – компенсация для многодетных семей за земельный участок. Весной прошлого года, 2023, были внесены изменения, касающиеся вопросов получения земельных участков многодетными семьями. Была предусмотрена возможность предоставления денежной компенсации. Ее размер не может превышать 200 тысяч рублей. Она выдавалась по желанию гражданина, тому, кто стоял в очереди на получение земельных участков. При этом она была целевая. То есть компенсация выдавалась на выплату кредитных ресурсов, ипотека, если у гражданина была оформлена. Могла быть ситуация по строительству жилого дома. Уже подано 1200 заявлений. Выплачено больше 500. Есть определенные условия по бюджету, говорит чиновник. В этом году планируют выплатить остальное. Третья тема – обсуждение на прямой линии земельные участки для людей с инвалидностью. Предусмотрена возможность льготного первочленного предоставления для инвалидов участков, но тоже есть ряд условий. Ну, понятно, что предоставление будет осуществляться без аукционных конкурсных процедур, но инвалид должен быть нуждающийся в улучшении жилищих условий. Только в этой ситуации ему возможно предоставление участка на льготных условиях. А так, по общему правилу, пожалуйста, на аукционе он также может претендовать, как и любой гражданин. Ответили и на часто задаваемые вопросы. Например, что делать с земельным участком в заброшенном садоводческом товариществе? Никто землей не пользуется, а деньги за него платить приходится. Чиновник ответил, что от участка такого можно отказаться через заявление в МФЦ. Другой вопрос. Отучился человек на врача, работает в областной больнице. Теперь хочет получить участок земли на льготных условиях для строительства дома. Чиновник отметил, что с 2022 года такая возможность есть. По поручению губернатора был принят акт, который на безвозмездной основе предоставляет человеку участок на 6 лет. Это период, за который можно построить себе дом. Если жилье построено и срегистрировано, его можно безвозмездно оформить в собственность. Государственный фонд «Защитники Отечества» учредили 3 апреля 2023 года по указу президента Владимира Путина. Филиалы организации в регионах начали свою работу спустя два месяца. Задача – поддержать участников специальной военной операции. С февраля этого года еще и в спортивных начинаниях. Государственный фонд «Защитники Отечества» – это организация, которая помогает ветеранам СВО, их семьям и родственникам солдат, погибших в зоне специальной военной операции. Принцип «Одного окна» позволяет решить вопросы с реабилитационным медицинским оборудованием, выплатами, юридической и психологической поддержкой, организации санаторно-курортного лечения, а теперь еще и с реализацией себя в спорте. Мы рады очень, что мы подписали соглашение с Рязанской Федерацией по спортивному метанию ножа. В рамках этого соглашения наши ветераны включились в этот процесс. Мы организовали команду «Защитники Отечества» и уже ветераны приступили к тренировкам. Они активно очень занимаются, предоставляют все меры социальной поддержки ветеранам. Также санаторно-курортное лечение, юридическую, психологическую помощь. На сегодняшний момент поступило более 8 тысяч обращений и 90% уже решенных. Спорт – важная часть реабилитационного процесса, рассказывают в фонде. И хотя соглашение подписали буквально пару месяцев назад, ветераны СВО уже приняли участие в соревнованиях, добившись при этом хороших результатов. Заниматься начал где-то месяц назад приблизительно, узнал через фонд «Защитники Отечества». Пригласили, мы поговорили, пришел, попробовал, понравилось. Раньше занимался, немножко так любительски бросал, но сейчас решил профессионально заняться этим делом. В соревнованиях я уже участвовал, занял третье место, были есенинские турниры у нас. В спорте главное развиваться собой, развивать себя, знакомство с новыми людьми, опять же, что-то новое. Все-таки спортивный интерес, азарт больше, чем дома сидеть. В фонд я обратился в ноябре, помогает всем, чем может, скажем так, психологическую помощь оказывает, с выпутами помогает. Были первые областные у меня соревнования, позже уже были есенинские. Рязанская федерация спортивного метания ножа существует с 2012-го. Официальную дисциплину признали только 4 года назад. По словам руководителя организации, плюсы этого вида спорта в том, что самое главное здесь не сила, а техника. Сила практически здесь не нужна, потому что нужно понять технику, как метается нож. Потому что у нас вращательное движение. Нож, когда летит мишень, он вращается. Например, с 3 метров он делает 1 оборот, с 5 метров он уже делает 2 оборота, с 7-3 и так далее. Я хочу сказать, что моральная ответственность у нас у каждого есть. И сразу к нам попросились ребята для того, чтобы заниматься, потому что наше спортивное метание ножа, оно практически не имеет возрастных категорий. И вот практика показывает, что по состоянию здоровья тоже ограничений практически нет. Сейчас в нашей спортивной сборной ветеранов всего два участника. При этом в фонде защитники Отечества планируют развивать и другие дисциплины среди тех, кто больше не может нести службу по состоянию здоровья. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Проблема пластикового загрязнения – одна из острейших экологических проблем планеты. Россия также в числе стран, которые переживают мусорный кризис. Активисты нашего региона уже 9 лет занимаются просвещением населения на тему важности раздельного сбора отходов. Стеклянные бутылки, алюминиевые, жестяные банки, пластиковые упаковки. Большинство неразлагаемых или долго разлагаемых отходов можно и нужно перерабатывать, уверены экологи. Сейчас наша планета уже настолько сильно засорена отходами нашей жизнедеятельности, что на грани она становится экологической катастрофой. Пластик везде. Пластик разлагается очень долго, до 400 лет. И он разлагается на микропластик, который попадает в воду, в пищу животным, а потом и в нашу пищу. Соответственно, наносит, конечно же, непоправимый вред нашей планете. Сами экологи признают, полностью отказаться от использования пластика современному человеку практически невозможно. Поэтому его нужно разделять в зависимости от категории, которая указана в треугольнике на упаковке. Почему важно именно разделять отходы? Но если взять общий бак ТКО, твердых коммунальных отходов, и все туда бросать, то выделить оттуда полезное очень сложно. Но это порядка 4-7% из всей массы мусора выделяется и перерабатывается. Если мы относимся ответственно, думаем, что мы делаем, то мы отправляем эти отходы в специальные баки. И здесь уже другая история, прямо противоположная. Практически все, за небольшим исключением засора, идет на переработку. В России ежегодно на свалках оказывается 65 миллионов твердых бытовых отходов. При этом на вторичную переработку идет не более 7% из них. Некоторые российские предприятия уже сегодня успешно внедряют ресайклинг и выпускают востребованные товары. Лавочки и детские площадки, одежда и аксессуары, тротуарная плитка и материалы для упаковки. Переработанные отходы могут не только снизить количество мусора на полигонах, но и обрести вторую жизнь. При этом, по словам экологов, перерабатывать возможно даже композитные материалы. Такие, например, как тетропак. По поводу тетропака, то, что вы сказали, да, действительно, это композитный материал. Композит – это значит, что несколько видов материала очень плотно друг с другом слеплены, так что их очень сложно разделить. В этом как раз сложность переработки тетропака. Но, опять же, он перерабатывается, его можно сдавать на переработку, в частности, у нас на акциях его берут. И хотя в нашем городе есть контейнеры, где бытовые отходы в зависимости от материала можно утилизировать в любое время, экоактивисты рассказывают, что на своих акциях они принимают в том числе и редкие фракции, такие, как, например, компакт-диски и блистеры от лекарственных препаратов. Эко-мероприятия проводят каждый месяц в Центральном парке культуры и отдыха. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сезон весенней охоты для сотен мужчин региона – время радости встречи с просыпающейся природой. В течение двух апрельских недель любители выезжают в поля, чтобы добыть дичь. А сотрудники Росгвардии в это время проводят рейды. Нарушители, к сожалению, встречаются. Вот такой манок к использованию в охоте разрешен. Чтобы воспроизвести звуки, достоверно похожие на крики гусей, нужно серьезно потренироваться. Получится не у каждого и не сразу. А еще настоящий охотник изучает повадки гусей, их предпочтения, время и траекторию пролета. Задача – постараться перехитрить эту умную птицу. По правилам охоты это засидка должна быть, скородок так называемый, профиля, манки электронные нельзя, а духовые вот пользуемся вот такими. И самодельные, и покупные. И удача, вера, и будет все нормально. Ну и гусе, чтобы прилетело. Но это кормовое поле, которое они любовали и летали сюда каждые по 3-4 раза в день. Они летят, потому что, видите, уже сухо. А обязательно кукурузное зерно оно должно о ним запить. То есть бывает года, что остаются лужи. И тогда он практически сутками сидит, если его не трогать, на одном месте. В данный момент мы находимся рядом с рекой Акой. Пойма была залита. То есть ему надо лететь буквально километр. И вот он по 2-3 раза на кукурузу наестся и летает на воду. Нам надо поймать, посмотреть, как пролетает гусь, выбрать правильное место. И тогда будет удача. Целое искусство. Если охотиться по-честному, добыть гуся непросто, но оттого и интересно. К сожалению, некоторые охотники в азарте правилами пренебрегают и нарушают. Именно поэтому сотрудники Росгвардии проводят регулярные рейды. Нужно охотить, что надо было. Очень приятно. Дан полиции, Рогов Илья Андреевич. Документики можно в азарте? Какой-то в порядке. Не нарушаем никогда. Мы проверяли охотников, наличие у них разрешения на хранение ношения огнестрельного оружия. Мы проверяли охотничье оружие, соответственно, проверяли номера совпадения, калибр. Ну и непосредственно сотрудникам Министерства природопользования осматривали, что-то они поймали или не поймали, кого-то подстрелили или нет. Основные нарушения – это незаконная передача оружия третьим лицам. Да, такое часто бывает. Это вообще административное право нарушения и влечет за собой в том числе конфискацию оружия. Также охотники иногда бывают в состоянии алкогольного опьянения. Также это запрещено законом. Транспортировка оружия. Бывают нарушения. Во-первых, оружие должно быть незаряженным, оно должно перевозиться в чехле, ну и отдельно от патронов, соответственно. В ходе этой проверки нарушения не обнаружили, а к недобросовестным и безответственным горе-добытчикам и у самих охотников подход категоричный. Обязательно, я думаю, нужны. Люди не понимают, как правильно охотиться. Надо проводить с людьми охот-минимумы, чаще разъяснять, как надо правильно охотиться. Тогда будет все хорошо. Весенняя охота открыта в регионе до 1 мая. Добывать можно гусей, селезней, а также болотно-луговую дичь, например, вальшнопов и тетеревов. Однако не пренебрегая правилами безопасности и нормами, которые предусмотрены законом. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова